Приветствую вас на канале. Тема видео чутье в бизнесе и роль хроника каши в раскрытии этой вашей способности. Я занимался бизнесом полтора десятка лет. Бизнес-продаж. Поставки товаров велись в основном из-за границы. Были торговые контакты с Италией, Арабскими Эмиратами, Турцией и Грецией. Я хорошо знаком со всеми элементами цепочки. Выбор товара по моделям, закупка партии товара, транспортировка через границу, таможенное оформление, аренда помещений под магазины здесь, работа с продавцами, реклама, стиль работы российских налоговых органов и прочее. И любой, кто занимается или пробовал заниматься бизнесом, знает, что занятие бизнесом, и особенно в нашей стране, это сфера высокого риска. И тем не менее, есть люди, успешно занимающиеся бизнесом. Как они обходят все эти рифы, подводные камни. И есть люди, которые уже не в первый раз сталкиваются с обрушением их дела, их бизнеса. И эти ситуации, аварии в бизнесе, естественно, очень болезненны. В этом видео об одной из моделей поведения, а точнее внутреннего ощущения, которое может существенно улучшить живучесть бизнеса, этого сложного организма. За время работы я четко усвоил, что бизнес это живой организм. Это как растение, которое живет по своей биологии. Кстати, и процессы, происходящие в бизнесе, можно уподобить процессам, происходящим в растении. Посадка растений, создание предприятия, рост растения, развитие предприятия, плодоношение, прибыль и другие, более длительные циклы жизни и растений, и бизнеса. Я четко усвоил, что при введении любого бизнеса, мало руководствуется хорошим знанием правил этого вида бизнеса. Потому что на жизнь бизнеса дело, кроме всего этого, влияют и факторы нематериального плана. Но ближе к теме. Одна моя знакомая, заядлая благородница, чувствует, все ли хорошо у ее помидоров в теплице. Именно чувствует. Просто вот такое чутье. Она так говорит это. Когда я вижу, что мои кустики стоят с вялыми ушами, я начинаю действовать. Вот это чутье, или нюх, образно говоря, на вялые уши любого организма. И есть ключ. Причем организмом, у которого повяли уши, может быть бизнес, могут быть семейные отношения, может быть личное здоровье человека и многое другое. И многие из вас это знают. И, кстати, подобные способности у людей развиты и не так уж и редко. Я знаю женщину, которая чувствует аромат души человека. Просто при общении с человеком она вдруг начинает чувствовать особый аромат. аромат необычный, не из серии духов, одеколона, грязной одежды или другое бытовое. Она чувствует это как что-то приятное и часто неземное. Отсутствие же этого неземного аромата говорит ей об отсутствии контакта ее души с душой другого человека. Я как-то спросил ее, Елена, а вы можете рассказать, как вы это чувствуете? Как это выглядит? Как это можно понять? Вот что она ответила. Когда я на связи со своей душой, а это ощущается сразу как-то, то начинаю ощущать нежные, легкие ароматы. Ароматы цветов, ладана, древесные и другие. Это аромат окружающего меня пространства, в которое меня ведет моя душа. Это просто незабываемо. Возвращаясь к бизнесу, вы могли слышать, что многие известные и успешные люди, занимающиеся бизнесом, часто говорят о своем чутье, которое спасало их не раз. Что же это такое? Интуиция? На мой взгляд, не совсем так. Здесь тонкая разница. Интуиция – это подсказка, как действовать в той или иной ситуации. Например, пойти навстречу или нет, принять предложение или нет. И другие ситуации, в которых реакция по типу «да-нет» дает положительный или отрицательный результат. А вот видеть или чувствовать, не повяли ли уши твоего бизнеса, ощущать аромат своего бизнеса – это другое качество. Это умение слышать подсказки своей души. И это качество изначально есть в каждом человеке. Первое время я сам был уверен, что бизнес – это очень рациональное и выверено до мелочей дело. И о том, что очень много процессов происходит в бизнесе за гранью визуального наблюдения, я осознал чуть позже. Но действительно, думал я, ведь бизнес – это только расчет и последовательность действий. И только ум может выставить четкую схему и взвесить все за и против. И что может посоветовать душа в деле ведения бизнеса? Когда душе, по большому счету, безразличен финансовый результат той или иной сделки. Для нее важны другие категории. Но позже я понял, что в этом-то безразличии к результатам и состоит сила души. Это первое преимущество души перед умом в деле ведения бизнеса. Я стал видеть, что ум очень часто цепляется за выгоду. И в какой-то важный для бизнеса момент человек не в состоянии отпустить эти зацепки за выгоду. И наносит бизнесу вред. Кстати, этой особенностью ума пользуются многие охотники за обезьянами в Африке. Они выдалбливают в тыкву отверстия и кладут туда орех или что-то съедобное. И знакомые обезьяне. Обезьяна запускает руку в тыкву, хватает этот предмет. А вот вытащить руку назад с зажатым предметом она не может. Охотник это знает. Отпустить предмет выше силы обезьяны. Если она обязательно хочет получить этот предмет, это выгода. И обезьяны становятся добычей коварного охотника. Этой особенностью ума пользуются не только охотники за обезьянами. Или другая ситуация. Ум подсаживается на иглу азарта. И просто теряет контроль над реальной ситуацией. Ну как наркоман, который гонится за все большим и большим наслаждением. И опять этим наносится вред для бизнеса. Второй важный момент. Я повторюсь. Любой, кто занимается или пробовал заниматься бизнесом, знает, что бизнес это риск. И сейчас второе важное качество души. Душа обладает способностью видения над временем. Душа в состоянии заглянуть за горизонт, заглянуть в будущее. Точнее, душа прекрасно видит наиболее вероятностные схемы событий в развитии любого дела. Кстати, о душе. Душа – это энергетическое образование, которое является частью сущности или структуры человека. Энергетический центр души в человеке – это восьмая чакра, расположенная в 40-50 см над головой человека. Называется это центр Абсолютера. Это реальное энергетическое образование, такое же реальное, как сила тяготения или сила магнита. Увидеть его могут далеко не все, но оно регистрируется как энергетическое образование. Умеем ли мы слушать голос души? Умеем ли мы ощущать те корректировочные импульсы, которые душа посылает сознанию, уму человека? Эта способность контакта с душой есть у всех. Есть она и у вас. Я вот лично по себе знаю, что эти импульсы постоянно посылаются душой. Важно лишь дать уму понять, что это действенная подсказка, и приучить ум не отмахиваться от этих импульсов. У всех это происходит по-разному, эти подсказки. У кого-то появляется видение, у кого-то сны особенные, кто-то внезапно вспоминает чьи-то фразы и прочее. И вот если удается донести эти импульсы до ума, то подсказки становятся более подробными. Причем подробными до такой степени, что уму становится понятно, что надо делать. Об этом умении, о способах восстановления своей изначальной способности чутко улавливать движение тонких энергий, в основном и идет беседа на сеансах чтения хроник Акаши. А в этом видео далее, об одном из примеров усыновления контактов души и ума. Об одном из моментов нашей жизни, изменив параметры которого, человек почти всегда выходит на волну удачи и везения. И далее, что делать, чтобы услышать голос души. Далее, несколько пунктов, наиболее применимых в бизнесе. Обратите внимание, все дано на уровне тезисов и направлений движения. Подробности, тонкости, особенности, детали должны быть обязательно подобраны под конкретную ситуацию, под конкретного человека. Итак, пункт первый. Несколько раз в день, утром, вечером и, желательно днем, погружаться в состояние покоя и отсутствие ощущения давления враждебной среды. Для чего? Только трезвый, спокойный, лишенный страха взгляд на любую ситуацию, обеспечит максимально верное действие. Как погружаться? Самый верный путь – хотя бы раз почувствовать цвет хроника каши. Почувствовать хотя бы раз. Этот цвет непостижимым для ума способом дает внутреннее ощущение стабильности, защищенности и уверенности в своих силах. И если сразу самостоятельно это сделать не получится, то один, два, три раза имеет смысл обратиться к чуцу хроника каши. Потом чутье обязательно придет. Я это знаю по себе и по другим людям. Второй пункт – всегда помнить о том, что ваш бизнес направлен на совершенствование инфраструктуры социума или инфраструктуры внутреннего мира, или тела конкретного человека. Бизнес – дело ваше. Для чего? Это ощущение дает уверенность в своей правоте и силу, мощную энергию для преодоления как мелких, так и серьезных препятствий, препон, преград. Третий пункт – постоянно помнить о том, что ваша душа имела множество воплощений в этом физическом мире. И те новые для сознания, для ума препятствия, с которыми вы столкнулись, с большой вероятностью уже прорабатывали с вашей душой. Для чего это делать? Это воспоминания в состоянии покоя способны извлечь из хроника каши уже готовые и высокоэффективные схемы преодоления аналогичных препятствий, преград. И четвертый, последний пункт – дать себе один-два месяца на закреплении в подсознании вышеуказанных способов ежедневного поведения. И добиться автоматического выполнения этих пунктов. Для чего? Тут приведу такую аналогию. Только беглое чтение позволяет быстро просматривать несколько страниц текста без труда, то есть без больших затрат энергии. Для первоклассника это не по силам. Или только беглая речь на иностранном языке позволяет легко вступать в контакты, быстро понимать желания иностранца и легко объяснять свои желания. Если вы дадите себе возможность освоить эти пункты, то через 3-5 месяцев вы будете приятно удивлены теми положительными изменениями, которые произошли и в вас, и в вашем деле. А также заметьте, что ваша душа – это отличный советчик и любящая у вас энергетическая сущность. В этом видео была тема бизнеса. Но хроники Акаши помогают решать очень большой диапазон вопросов из разных областей жизни человека. Вы можете написать в комментариях о теме, важной для вас. Я подскажу вам, как вы сможете решить ваше задруднение, обратившись к чтению хроника Акаши. В описании видео, под окном просмотра, указан адрес страницы Фейсбука, посвященный чтению хроника Акаши. Уверен, что ваш опыт погружения в энергетику света ваших хроника Акаши изменит вашу жизнь в сторону стабильного ощущения света в каждом дне. С уважением, Сергей Корнилов.